Девочка-пай 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 Идея, в отпуск же я без денег не могу ехать, да? Стало быть, надо летом хорошенечко поработать, денежек заработать и уже со спокойной душой отправляться в отпуск. Так, стоп, Лёш, ну какие-то у тебя планы абсолютно не летние. Ну это ж надо, знаешь, почилить на летничках, не знаю, там, позагорать, поплавать. Опять же, грибы, ягоды сходить собрать. Ну, Лёш, ну какие-то другие планы у тебя есть? Нет, Алёна, ты всё вот... Давай за загар зачилить отвечаешь ты, а я буду готовиться к отпуску. И вообще, давай уже пошли девятую студию вести. Пора работать. Ну пойдём. Давай. Ой, слушай, ну всё равно же завтра, ну летом. Ну даже если погода не очень, но завтра, лето, это греет душу. Душу греет? Да. Доброго вечера! А вот и она, девятая студия, долгожданное шоу, которое снимает усталость с любого рабочего дня. Даже если вы упахались на работе, если вы совсем чуть-чуть работали, если вы вообще не ходили на работу, то в любом случае включить девятую студию, посмотрите, выиграть подарки, это же святое. Тем более, когда здесь Алексей Власов. Тем более, когда здесь Алёна Мильна. Ну что ж, друзья, традиционно с вами начинаем общение прямо сейчас. На часах у нас 17.04. Пора уже оставлять все рабочие заботы на работе. За бортом, так сказать. Пора уже расслабиться, присесть, выдохнуть, налить себе стаканчик водички, выпить его и лицезреть целый час на эти прекрасные лица. Чай, кофе, какао, все что угодно можете себе налить. Как-то скромненько Алексей сегодня настолько про воду говорит. В общем, друзья, что мы будем делать? Общаться в прямом эфире. Вы будете писать комментарии, сообщения в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Если еще не подписаны, то срочно это сделайте. Там огромное количество различных конкурсов у нас всегда проходит. И сейчас тоже один классный. Ну и, конечно же, друзья, вы там будете отвечать на вопрос нашего вечера, который звучит так. Так как сегодня 31 мая. Вот мы буквально, знаете, в одном шаге от лета. Слышишь, слышишь, стучится оно уже в двери. Идет, 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 это точно. Поэтому, друзья, мы решили, что в этот вечер нужно составить себе планы. Ваши планы, ваши мечты, ваши надежды на это лето. Что вы хотите от него получить? Вы написали нам, потом в конце, как говорится, лето с Верем. Что у нас случилось, что произошло. Поэтому пишите группу ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Пишите вы не просто так. Мы за ваши планы. За то, что вы, как говорится, составляем ваш вот этот виш-лист на это лето. Мы дарим подарки. Да, традиционно подарков много. Подарки классные. И сегодня это вот такие вот замечательные сертификаты, которые прямо сейчас появились в моих руках. Один из них, это магазин товаров для дома. Сертификат в него на 500 рублей. Все верно. Все секреты рассказал. Мы же все нашим зрителям дали. Если кто-то из вас захочет насладиться пиццей, причем вот абсолютно любой, пишите комментарий, и вот этот сертификат на абсолютно любую пиццу достанется кому-то из вас. Ух ты, вот это да. Написано, что из действующего ассортимента. Вот есть важный такой моментик. Поэтому в количестве одна штука. Но я думаю, что ассортимент там всегда отличный, ребятки. Огромный, огромный. Проверено лично. Ну что ж, а если вдруг вы устали писать сегодня за компьютером более целый день, телефон уже не хочется в руки брать для того, чтобы набирать вот эти вот буквки какие-то, можно же набрать тогда циферки. 35-14-04, телефон прямого эфира. А это значит, что ваш голос попадет в девятую студию. Вы передаете привет и поздравления, рассказываете вообще нам все, что угодно, все свои любые истории. А мы, возможно, даже один из подарков вам сразу же задарим. Классно. Даже и выбрать вам дадим, что за подарок. Ой, ну Леш, расщедрился. Звоните, звоните. Мы ждем ваш сладкий голосочек в прямом эфире девятой студии. Ну что ж, друзья, прямо сейчас еще одна важная новость. Дело в том, что завтра, 1 июня, День защиты детей. И, конечно же, мы не могли оставить вас без праздника. Поэтому завтра в 11.00 Кочаровский парк. Это Маршала Конева 10. Вы приходите туда вместе со своими детьми, с племянниками. Неважно, берите соседских, если у вас еще пока нет своих. Коллег с работы, если им мало лет. Да, и там будет большой праздник. Интерактивные зоны. Конечно же, будет яркая, интересная зона от Девяток ТВ. Говорят, там даже будет вестись видеосъемка. Поэтому ваши дети, и вы могут попасть еще и в объективы телекамер. И, конечно же, подарки, игры, загадки. И те самые любимые мультгерои. Да, друзья, самое главное, приходите. Мы будем вас там ждать, естественно. Ну и традиционно, подарки, развлечения. Все это будет только для вас. Ну а прямо сейчас начинаем девятую студию. И сегодня отмечается День велоспорта. И, кстати, с одним из таких героев мы недавно пообщались. Свой день рождения и День велоспорта Никита Шульченко отмечает на велосипеде. Из обычного парня, который любил кататься на двухколесном транспорте, Никита прошел путь до чемпиона и попал в сборную России по велоспорту. Впервые на велосипед он сел в 7 лет. Дед меня посадил на велосипед, как-то помню, на очень большой. И просто меня как подтолкнул, сказал ехать. Я даже не понимал, как это нужно делать, но я просто сел и начал крутить педали и поехал. В велоспорт я попал в 2016 году. Тогда мне купили мой первый велосипед шоссейный. Было поначалу неудобно, на нем непривычно ездить. Шоссейный отличается от привычного велосипеда очень узкими колесами. И это не единственная фишка, которая помогает ему быть более быстрым и аэродинамичным. Посадка более низкая. Ты как бы сидишь головой вперед и руки к посадке сложены для аэродинамики. Такой велосипед может стоить от 300 тысяч. Чтобы добиться успеха, профессиональные спортсмены тренируются целыми днями. Никита отдает тренировкам 6 часов в день, а когда наступает зима, и вовсе меняет локацию и уезжает на юг. Адлер, Крым. А если нету такой возможности, то дома есть специальные станки для тренировок. Допустим, под заднее колесо ты ставишь велосипед и просто крутишь педали. У тебя сзади нагрузка. В свои 24 года Никита уже завоевал огромное количество наград. Двухкратный чемпион России в командной гонке, обладатель Кубка России, серебряный призер международных соревнований. Но его главная мечта – это выступить на заграничных гран-турах, таких как Тур-де-Франс. Сейчас Никита готовится к чемпионату России, который будет проходить в Москве с 15 июня. И сегодня, в свой день рождения и день велоспорта, Никита загадает самое заветное желание – победить. Вот я тут к лету ходили, собрался, может, правда, на велосипед сесть и тоже… Ну, раз тема велоспорта тебя зацепила, мы обязательно еще к ней вернемся сегодня в течение эфира, поэтому не переключайтесь, друзья. Ну, а прямо сейчас у нас на прямой связи Константин Салтанов. Костя. Привет. Заядлый велосипедист, еще тот. Ты любишь, да? Да, изо всех сил. Особенно в последнее время, наверное. Особенно. Да не только в последнее время, всегда. Да у меня проблема с велосипедом, вроде бы вестибулярный аппарат работает, координация есть. А ведь на велосипеде даже 10 метров проехать не могу, что-то у меня не получается. Вот, видимо, надо обратиться за помощью к профессионалам, к таким вот героям нашего сюжета, и узнать у него несколько секретов. Ну, Костя, либо маленькие колесики по бокам, и все хорошо. У меня в детстве был такой велосипед, да. Тебе повезло, у меня такого не было. Ну что ж, друзья, давайте от велосипедной у нас темы перейдем уже к другой. Константин, ты же нам что-то интересное сегодня принес вещать. Естественно, я к вам сегодня с хорошими, с интересными новостями. Шоу-бизнес мы пока оставим в покое, там все бурлит и пышет интересными новостями. Это будет завтра, друзья. А сегодня мы окунемся в мир интересных, героических местами новостей. Ну и будет немножечко криминала. Совсем чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть. Тут-то-то-то-то-то-то. Тут-то-то-то-то-то-то-то. Но начнем мы с героических новостей. Эта новость прилетела к нам из Китая. Есть главный герой этой новости, это Фэн Ло Кун. Это медработник в городе Цяньзю, что в Китае. Чем же он отличился? Ему, знаете, можно повесить даже какой-то специальный знак в виде буквы «С», потому что это Супермен не меньше. Мужчина находился на свадьбе в качестве жениха. И в тот момент, когда ему предстояло произнести торжественную речь, что он согласен пойти со своей женой рука об руку до конца своей жизни, и, в общем-то, чтобы все было счастливо, он заметил, что в зале начался какой-то переполох, что-то все забегали, засуетились. Оказывается, в соседнем зале, скажем так, во дворце бракосочетания, если можно его так назвать, китайском, одному из мужчин стало плохо. И так как этот Фэн Ло Кун, он сам медработник, он работник скорой помощи, он прервал свою речь, прервал свою... Да, Ирагая, подожди. Да, да, он, наверное, так и сказал, только по-китайски. Он прервал свою речь, прервал церемонию, убежал в соседний зал, оказал мужчине, у которого случился сердечный приступ, между прочим. Он оказал ему первую необходимую помощь, они все вместе дождались, уже двумя церемониями, они дождались приезда работников скорой помощи, и мужчину благополучно отправили в больницу, и уже после этого мужчина продолжил свою торжественную речь, и, естественно, свадьба продолжилась, и закончилась вот таким замечательным венчанием. После этого история не заканчивается, они на следующий день поехали вместе с женой в больницу к этому мужчине, которому они помогли, и проверили, все ли с ним хорошо, мужчина идет на поправку. Слушайте, какой благородный. Вот понимаете, кто давал клятву Гиппократу, те же вот, они не могут даже... Что не помешает? В самый ответственный момент своей жизни они ринулись спасать. Слушайте, ну просто браво. Знаете, кто еще молодец? Кто? Невеста. Потому что не обиделась, сказала, что это еще такое, отпустила, молодец, и даже на следующий день ничего и съездили. В общем, что жених, что невеста, достойные аплодисментов и уважения. В этот момент она, наверное, поняла, что она выбрала достойного себе мужа. Правильного человека, да? Конечно. Да, все верно. И эта история собирает уже положительные комментарии, и все отмечают, не только самого героя главного, но и невесту, что она так благосклонно и терпеливо отнеслась к этой ситуации. Новость номер два. Мы переходим с вами к возможным рекордам Книги рекордов Гиннесса. Итак, эта история произошла в городе Кайл, это штат Техас в США, и там одновременно собрались очень много мужчин с именем Кайл. Да, то есть город Кайл и мужчины с именем Кайл. Для чего это было сделано? Это была сделана очередная попытка установить мировой рекорд, чтобы в одном месте собрались мужчины с одинаковым именем. И правила здесь очень жесткие, не допускаются какие-то кривотолки и разночтения в именах только Кайл. Ни Кайли, ни Кайлер, ни другие какие-то расхождения не допускаются, и обязательно у всех присутствующих должен быть паспорт, чтобы подтвердить, что это именно Кайл. Но, несмотря на огромнейшее количество людей, это более полутора тысяч человек, их там собралось, и всех зовут Кайл. Всех Кайл. Всех Кайл. Им не удалось побить действующий мировой рекорд, который на данный момент составляет 2325 человек по имени Иван, которые собрались 6 лет назад в Боснии, в городе Купрес. И вот именно тогда был зафиксирован официальный мировой рекорд по одновременному нахождению. 2325 Иванов там собрались. Ну что ж такое там? Неужели не могли вот в какой-то момент переименовать своих детей, опять же, маленьких? Еще немножечко, так сказать, добавить. Еще чуть-чуть. Ну знали же, что идут на рекорд. Да, вот организаторы испытывали схожее с чувствами, которые сейчас нам продемонстрировала Алена. Они действительно разочаровались в людях, ведь был брошен большой клич вообще по всему миру, и в частности по Соединенным Штатам, чтобы люди собрались для установки рекорда в следующем году. Они обещают, что ровно в этом же городе они попытаются собрать еще больше человек с именем Кайл и уже побить этот рекорд и установить новый. Ну все. Желаем только успехов. Всех родившихся в этом городе мальчиков теперь будут называть... Только Кайл. Только Кайл, да. И новость номер три. Мы с вами переходим в мир криминала. Тут, тут, тут. Эта история произошла в Москве. Я думаю, что многие ее уже видели, но пора уже рассказать об этом нам с телеэкранов. Итак, друзья. У 30-летнего москвича украли самый дорогой в России электросамокат. А сколько же он стоил? Это очень серьезный аппарат стоимостью, сейчас я вам скажу, 480 тысяч рублей. Что в нем такого? Вот серьезный самокат. Я сейчас вам расскажу, что же у него, в нем есть такое. Он способен разгоняться до 170 километров, до 110 километров в час, имеет запас хода в 170 километров в час, рассчитан на нагрузку до 200 килограмм, а также оснащен системой антиблокировочных тормозов и инновационной подвеской на гидравлических амортизаторах с 19 режимами работы. Как же произошла эта кража? Здесь тоже несколько такой комичный случай. Мужчина ехал на своем самокате, ехал в свой гараж, где, собственно, и должен был его оставить. Это гараж у самоката есть. Но оставил он его у ворот этого гаража и зашел в гараж буквально минут на 10-20, казалось бы, для чего? Как он признается, внутри гаража его ожидала вкуснейшая шаурма. Внутри гаража? Да. У него она там лежала. Заначка какая-то? Она у него там лежала, как говорит, что свежая. Он, видимо, ее привез туда, потом уехал обратно и вернулся, чтобы насладиться этим божественным свитком. Естественно, он это сделал и вышел, и самоката уже не обнаружил. И как мужчина рассказал полицейским, у него была при себе еще сумка, на самокате, в которой была внушительная сумма наличных денег, более 100 тысяч рублей. И сейчас вот этот самый дорогой самокат в России и эти деньги ищут доблестные полицейские города Москвы. Ничего себе шаурму. Поел. Поел, да. В прямом смысле проел самокат. Да, проел самокат, да. Слушайте, ну, во-первых, что мы хотим сказать? Что красить чужое, друзья, нельзя. Ни в коем случае. Во-вторых, если вы уж отошли от самоката дорогого, то, пожалуйста, да, как-то его, пусть кто-то последит. Хочу и тем более сумку на нем оставить. Там же наверняка и документы были, и вот денег приличная сумма была. Ну, как же так? В общем, порицаем. Да. Будьте все внимательнее, ответственнее и честнее. Подвел такую белую черту, прям сейчас взял. Молодец. Константин, завтра лето. Вы готовы? Я уже вижу, оно вот в дверях стоит, стучится к нам изо всех сил. Скажите, а какие у вас планы? Ну, планы у меня это продолжать заниматься своим здоровьем, естественно, по возможности наслаждаться солнечными деньками. Загорать я, конечно, не очень загораю, я как-то, знаете, я вот, у меня это называется кельтский фототип кожи, я либо белый, либо красный. Вот так вот. Ну, буду стараться держать золотую середину, ну, естественно, наслаждаться этим летом, чего я и желаю всем кировчанам и тем, кто нас смотрит. Наслаждайтесь этим летом, говорят, оно будет просто великолепным. Это здорово. Ну что ж, друзья, а прямо сейчас, чтобы насладиться, да, предвкушением того, что уже завтра начинается классная пора, мы чуть-чуть потанцуем и у нас прямо сейчас топ-5 новых клипов этой недели по версии девятой студии. Поехали танцевать! Вы смотрите топ-новинок отечественной эстрады по версии шоу девятая студия. Поехали! Пятое место. Битуев представляет своим поклонникам новый клип на песню «Падик». Традиционно пацанская песня, в которой есть все. Драма расставания, мужская дружба и, конечно же, отличная машина. Давайте смотреть. ПЕСНЯ Старый батик, ПЕСНЯ 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 Четвертое место. Бьянка выпустила в свет новый танцевальный клип на трек «Сочи». В преддверии курортного сезона артистка решила спеть о популярном черноморском курорте и его пляжах. Встречаем лето правильно. Третье место. Петербургская группа «Марсель» представила клип на песню «По тонкому льду» с нового мини-альбома «Принципы». В основе сюжета лежит история об отношениях, которые бывают в жизни у каждого. Внимание на экран. Я навстречу к тебе иду. Каждый раз как по тонкому льду. Я навстречу к тебе иду. Каждый раз как по тонкому льду. Второе место. Бахтия и Туркен встретились в ковбойском салоне в клипе на песню «Ты моя все». В ролике Бахтияр Алиев предстает в образе ковбоя, который приходит в салон и встречает там красавицу Туркен Салманову. Бахтия и Туркен. Первое место. «Опасный карасик». Он же старый Росомаха, он же Баста, представил новую версию трека «Кабанга 2.0». Агрессивная визуализация клипа полностью соответствует дерзкому тексту. Баста, зажатый вздости и ненависти, стоит между двух автобусов. Периодически перемещается по призрачному голоду, который окутан туманом или дымом. Чем все закончится, узнаете прямо сейчас. На этом все. Слушайте только любимую музыку. Потанцевали немножечко под басту, вот Алексей просто зажигал. Вы бы видели эти студии. Даже вспотел немножечко. Ну а прямо сейчас, друзья, будем читать ваши комментарии, ваши планы на это лето, потому что уже завтра 1 июня, и мы радуемся и приближаем этот день. Группа ВКонтакте 9 Киров, вы пишите, мы дарим потрясающие подарки. И пицца, и также сертификат на шопинг, что-то для себя, для дома, для любимых, для своих купите. Ну что ж, поехали. Начнет наш вечер сегодня, неожиданно, но Светлана Васенина. С апреля по октябрь на вилле катаюсь по делам и стараюсь похудеть. А я еще свой не достала, пишет Оксана Скопина. Вот видите, велосипедисты уже объединяются. Пора, пора садиться. И Оксан Скопина, мои планы на лето съездить на юг, в Питер и в деревню к бабушке на грядке. Это такое лето-путешествие будет настоящее, да. Михаил Гвоздков, хеллоу, ведущая. Пока в планах доработать до отпуска, а там как приляжется. Планов много, и чтобы погода радовала теплыми лучами солнца, и дождик жду грибной. Ведь у природы нет плохой погоды. Мне кажется, сегодня уже был дождик грибной, да, вчера был дождик грибной. Представляешь, вообще-то уже грибы пошли. Серьезно? Первые маслята уже собирают. Так что, те, кто любит вот эту тихую охоту, да, пожалуйста, welcome в леса, как говорится, искать. Пишите нам, если вы уже что-то нашли, мы порадуемся. Стана Васильевна, Алена уже была в отпуске, или это была командировка? Какие у вас планы, уважаемые ведущие? У меня был опыт отпуска в апреле, если кто-то помнит в конце апреля, там я немножечко отдохнула, друзья. А сейчас все лето я с вами. У нас же новый проект, начинаются шоперы, нам куда без этого. Мы сегодня анонсировали, между прочим, кастинг, поэтому вперед. А, друзья, все лето я с вами. Алексей, а вы тоже? В основном, да. Но буду немножко отходить иногда, да, поэтому, но все равно буду оставаться с вами, не переживайте. Не ныряем нас, здравствуйте, накупаться, племянник в отпуск приедет. Сестра рассказала, что он в своей квартире сам ремонт сделал. Может, и мне повезет. А может, там тоже сделают ремонт. Надо ему просто намекнуть тихонечко, что ой, обои что-то вот переклеить бы, пол перестелить, потолок побелить. Ольга Каковихина, сад, сад и еще раз сад в планах на лето. А еще хотелось бы найти за это лето надежную опору. Это вы что имеете в виду? Это в виде мужского плеча, это в виде внутренней опоры, это в не знаю еще в каком. Если что, я знаю хорошую лесосгодовительную бригаду, тоже можно, так сказать, опору в таком виде не сыскать. Читаем далее. Некто Ефим Зинченко пишет нам. Планы на лето? Я планирую сделать самое продуктивное летнее месяце. Впереди много работы, а по совместительству интересного опыта на всю оставшуюся жизнь. Так вот, грандиозненько. Грандиозненько. Тоже рабочий человек, да, рабочая лошадка в нашем строю. Евгения Джесс, привет всем. Один из главных планов съездить на малую родину в деревню, где я прожила все детство. Так, там, замечательно. Слушайте, это непередаваемое ощущение, когда ты переезжаешь в свои вот эти края, где ты ищу босоногой девочкой и мальчиком бегом. А где это? Кому, какой малой родине передать привет? Пишите нам тоже, Евгения. Елизавета Бушмелева, солнечные, витаминные, развлекательные, радостные, путешественные и бизнесовые тоже. Бизнесовые, может, или бизнесовые, я не знаю. Как-то так. А еще хочу научить дочку ходить ножками и отдыхать, 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 активно отдыхать. Тоже Евгения Джесс. Все получится, мы верим. Наталья Захарова собиралась в отпуск и надеется, что все-таки попадет в него, что сходит. Но мы тоже надеемся, Наталья, и держим за вас кулачки. Лея Вараксина, есть ли какие-то велосипеды... А, это уже у нас вопросы пошли, подождите. Стоп, стоп, стоп. Артем Кудрявцев, планы ехать в спортивный лагерь, пожатым, алая паруса. Это будет уже не первый опыт, да рядом бодрости на целый год обеспечен. Вот так вот. И спрашивают уже сразу люди, а где? Где эти лагеря? Где эти координаты? Поэтому, Артем, рассказывайте, делитесь, вдруг еще будут желающие. Светлана Васинина дополняет. Желаю всем работникам «Девятки» и всем друзьям «Девятки» и моим друзьям побывать везде, где хочется. От поездки в Петербург никто не откажется ни в первый, ни в десятый раз. На наш юг или в Турцию тоже хочется многим, а на Алтай, на Байкал. Куда хотите, поезжайте, пусть все сбудется. Классные пожелания. Супер, спасибо за пожелание. И вам вдвойне. В июле в плане на Байдарке по ним недавние мечта, конечно же, сбудется. А на территории Дендропарка проходят ночные велогонки. Прокачусь. И слышал про это. Ночные велогонки. Стало быть, ждите меня-то и ночью в Дендропарке. Правда, велосипеда у меня пока нет. Буду просто бегать за велосипедистами. Но тоже неплохо, мне кажется. Вдруг кто-то должен покататься. Покатайте меня. Мальчики, покатайте меня. Квоист, багажник. Дальше. Светлана Васенина. Сама тоже хочу в Санкт-Петербург на Алая Паруса и по пригородам, где еще не была. И прикладывается как раз парочка фотографий Петербурга, видов на Петербург. И вот как раз фотография с фестиваля Алая Паруса. Красивый кораблик с Алая Паруса. Здравствуйте, во всем хеллоу. Планирую много есть, много гулять, много загорать, много тусить и много зарабатывать. Велегалепные планы. Чем больше, тем лучше. Виктория Ашуткина. Добрый вечер. Планы на лето. Много работать и успевать отдыхать. Ну и Светлана Васенина. И на море, в Крым тоже надо. Все верно. Фотографии, кстати, красивые. Вы были там уже, да? Ну, я думаю, надеюсь, по крайней мере, что это фотография именно Светлана. Настоящая, да. Михаил Гвоздков. Приклеить обои в большой комнате. Кстати, у нас идет капитальный ремонт дома. Надеюсь, будем совсем другой вид с главной улицы. Конечно, будет все красиво. И Евгения Джесс пишет. Моя малая родина, деревня Шубяны. Может, кто-то знает. Если я неправильно произнесла, простите меня, пожалуйста. Поправьте меня. Просто не из этой деревни. Просто мы не слышали. А как называются люди, которые оттуда? Шубянцы? Или шубинцы? Шубинцы. Шубянцы, мне кажется. Шубяне. Шубяне. Шубчане. Кто знает? Версии тьма. Поэтому, Евгения, спасайте нас. И, конечно же, пишите в каком-то районе, да? Потому что вполне возможно, что туда тоже долетит наш предел. Или, может быть, это вообще даже другой субъект, например. Тоже уточните. Нам это тоже интересно. В общем, друзья, как видите, планов у вас громадье. Мы рады, что вы их пишете. Если вдруг что-то еще вспоминаете, обязательно дополняйте. Потому что все, что в комментариях на девятой студии написано, все, как обычно, друзья, сбывается. Это уже проверено. Ну, а прямо сейчас будем встречать нашего гостя. Я напоминаю, что сегодня, 31 мая, отмечается день рождения велоспорта. И, конечно же, мы не могли эту тему обойти стороной. И прямо сейчас наш гость обязательно расскажет о своих успехах. Велосипедист шоссейник, кандидат в мастера спорта по велоспорту, победитель и призер всероссийских соревнований по велосипедному спорту Иван Кормщиков. И сегодня вы можете задать нашему гостю абсолютно любой вопрос. А вот и он, Иван, уже в нашей студии. Здравствуйте, доброго вечера. Здравствуйте, добрый вечер. Как у вас дела, как настроение? Отлично. Сейчас у меня как раз период экзаменов. Я заканчиваю 11 класс. 29 числа задавал русский язык. Завтра будет математика, профиль. А сегодня у вас праздник. Да. Сегодня праздник профессиональный, день велоспорта. Все отмечаем, празднуем. Кстати, как отмечаете? Будут ночные какие-то велогонки у вас? Тренировкой отметили, хорошей тренировкой. Правда, погода сегодня нас не наградила. Утром был дождь, поэтому пришлось перенести занятия домой на тренажер. То есть на тренажере сегодня прокатите. Сколько километров? Ну, где-то 2 часа, допустим, 70 километров на тренажере. Неплохо так, неплохо. Не выходя из дома. Не выходя из дома. Кстати, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в этот спорт? Почему вот именно он? Ну, я с детства любил кататься на велосипеде, но именно в детстве я в никакой спортивной школе не занимался в секции по велоспорту, да и просто в циклических видах спорта не был. Лет, да, в 14 лет родители купили мне шоссейный велосипед, и я начал сам кататься. Мне хотелось ездить все больше и больше. Я начал ездить заездом длинной дистанции, бревяты. Они у нас организуются велоклубом «Сотня». Это 200 и больше километров. Я проехал 200, там, 300 километров. Сколько часов или сколько дней? Ну, 300 километров — это 15 часов. Ого. Плохо так. Ну, это медленно, 15 часов. Там, от 7 утра только в 10 вечера приезжаешь. Наталья, он еще медленно, чтобы, да, рассказывать? Ну, так, в удовольствие, получаешь, едешь. А потом я так катался год, второй, и получается, что в октябре 2020 года я увидел пост ВКонтакте. В сообществе ВИАДГУ писали о том, что их студент Никита Шульченко получил звание мастера спорта по велоспорту. Так, мы как раз сегодня про него рассказывали. Сегодня у него тоже день рождения. Я благодаря нему, получается, пришел в профессиональный велосипедный спорт. До этого я искал какие-то секции, возможности заниматься, но ничего не находил в нашем регионе. А тут я увидел этот пост и очень удивился, потому что откуда у нас мастер спорта, если нет никакой секции, спортшколы? Я написал Никите и попросил контакт тренера, с которым он занимается. И он дал мне номер Максима Васильева, который был его тренером, и сейчас его тренер, и стал моим тренером. Так, и вы тоже идете, как говорится, на первые места. Да. Получается, Никита Шульченко меня привел в этот спорт. Никите за это огромное спасибо. Да, спасибо большое, Никита. День рождения. Поздравляю. Да, супер. Расскажи, пожалуйста, а вот чем тебя привлекает этот спорт? Что такого в нем есть, что ты прям не можешь? Каждый день тебе хочется тренироваться и идти выше и выше. Ну, тренировки мне дают какую-то медитацию, расслабление, отвлекаешься от бытовых проблем, видишь красоту природы. Мне это нравятся, тренировки на свежем воздухе. Ради этого можно и на тренажере зимой. Покататься, да? В окно глядеть, чтобы потом летом уже летать по шоссе. Вот если нас сейчас смотрят наши зрители и думают вот так же, тоже хочу что-то сделать, да, там, не знаю, начать велоспорт, тем более, что лето, да, отлично, мне кажется, что велогонки можно устроить. А вот скажи, что необходимо? То есть нужна ли какая-то физическая форма, не знаю, супервелосипед какой-то классный? Ну, чтобы просто начать кататься, особой формы не нужно. Конечно, велосипед гораздо легче для вхождения в спорт, чем тот же бег. И как бы нужна меньше физическая форма изначально. Но если ты хочешь уже заниматься профессионально и показывать высокие результаты, то, да, нужно серьезно заниматься физической формой и долго готовиться к этому. У тебя помимо этого еще есть занятия, да, так понимаешь, в спортзале или какие-то? Ну, спортзал — это больше подготовка зимой. То есть когда базовый период подготовки с конца, сезон начинается там с октября, с ноября и примерно до января. А потом уже идет работа на шоссе, то есть обычно ездим на сбор зимой. В этом году поехал в феврале. И там уже не работаем в зале, работаем только на велосипеде, на улице. Вот шоссе, давай, чтобы все понимали, это только по шоссе или еще где-то можно ездить? Ну, велоспорт-шоссе — это любые асфальтированные дороги. То есть я с самого начала любил ездить быстро и не залезать в грязь. Поэтому я выбрал велоспорт-шоссе. Не полюбился мне горный велосипед. Ну и, наверное, менее травматично все-таки по сравнению с горным велосипедом. Ну, всякое бывает. А как, смотри, вот это же очень много времени на тренировки занимало, да? Ты же еще вот сейчас, у тебя тем более экзамены еще. Как тебе удается в учебу встроить вот эти многочасовые тренировки и соревнования в том числе? Ну, обычно, когда не на сборе. То есть в этом году у меня получился самый длинный сбор в моей карьере велосипедной. Не такой долгой. То есть в прошлом году я уезжал всего лишь на два раза по месяцу. На январь и на апрель. То есть остальное время уже полностью учился в школе и уже, как обычный человек, утром уточился, в первую смену учусь. И потом после обеда уже делаю тренировку. Или на шоссе, если хорошая погода, снега нет. Или дома, как большая часть года. В этом году, получается, что я пришел 1 сентября в школу на линейку. Потом 2 числа прилежно отучился. А 3-го уехал на соревнования. И сколько у тебя не было? Ну, вернулся в конце сентября. Ну, хотя бы. Я думаю, скажешь, в декабре. Нет. Это было потом. Потом отлично учился, как я считаю. До Нового года. И еще целый январь. А потом уже в феврале. Тебя допустили до экзаменов. Так что, значит, все в порядке, друзья. Был целый январь, чтобы получить оценки. Можно совмещать. Ну что ж, друзья. Сегодня, помимо велоспорта, сегодня не только спортсмены отмечают свой праздник, но еще и блондинки. Вы пока пишите свой вопрос для Ивана. Между прочим, он принес такую вот яркую классную бутылочку. Сегодня кто-то обязательно ее получит. Наши зрители, кто-то задаст самый интересный. Вы прямо сейчас смотрите сюжет про День блондинок, а мы пока смотрим, что в первую очередь, какие вопросы будем задавать для Ивана. В середине 50-х годов 40 джентльмены предпочитают блондинок, имело магическое значение, и миллионы женщин меняли цвет волос. Психологи считают, что светлые волосы подсознательно ассоциируются с женственностью, а калористы настаивают, что блонд автоматически делает женщину и ярче, и заметнее. Во Всемирный день блондинок девятая студия предлагает вам свою версию самых популярных белокурых красавиц. Помела Андерсон. Как-то раз, будучи на футбольном матче, молодая Помела попала в объектив камеры оператора, который, завороженный ее чувственной красотой, долго держал образ очаровательной девушки в кадре. Этот факт сыграл очень важную роль в ее жизни. Эффектную блондинку заметили, пригласили сниматься в рекламе, а уже вскоре она появлялась на обложках знаменитых журналов. Голливуд просто вздрогнул от восхищения и рассыпался в комплиментах. А затем последовало приглашение на участие в телесериале «Спасательный Малибу», который сделал Помелу Андерсон известной на всю планету. Когда на экране появлялась бегущая по пляжу яркая и чувственная блондинка в красном купальнике, мужчины бросали дела, забывали о футболе и наслаждались этой картиной. Бритни Спирс Самая юная и знаменитая блондинка, мировая слава которой пришла в 18 лет. До пика популярности у Бритни были темные волосы, но после превращения в блондинку ее жизнь круто изменилась. Первый альбом артистки получил название «Baby One More Time», дебютировал в 1999 году и был продан в количестве более 20 миллионов экземпляров. Был снят известный видеоклип, в котором Спирс просто покорила всех своим образом. Однако в дальнейшем судьба успешной блондинки не столь благоволила певице. И все же надо отдать должное Бритни Спирс. Несмотря на все перипетии в жизни, она по-прежнему остается популярной певицей и сохраняет свой привычный образ привлекательной белокурой красавицы. Мадонна Мадонна – клубок немыслимых противоречий. Ее с полным правом можно назвать белокурой бестией, причем во всех смыслах. Когда Луиза Вероника Чиконна прилетела в Нью-Йорк, она была еще совсем молодой девушкой с темно-каштановыми волосами. С несгибаемым упорством и, разумеется, талантом она штурмовала высоты музыкального Олимпа. И своего добилась. Клипы молодой светловолосой певицы стали настоящим открытием, ярким и запоминающимся. Можно сказать, что именно с этого момента начался ее путь к мировой славе. Звание самой коммерчески успешной исполнительницы в истории, семь премий Грэмми, два золотых глобуса и титул королевы поп-музыки говорят сами за себя. Шерон Стоун Она – одна из величайших кинозвезд в истории Голливуда и едва ли не самый главный символ киноиндустрии США. И дело далеко не в наградах и премиях. Харизма актрисы, ставшей главной роковой женщиной мирового кинематографа, сравнима разве что с масштабом влияния звезд-небожителей старого Голливуда. Она официально считается самой умной актрисой Голливуда с IQ в 154 балла, а ее фирменное высказывание цитирует весь Голливуд. Считается, что именно при ее непосредственном участии Каннский кинофестиваль превратился в светскую арену посерьезней Оскара, а сама она горячо любима в Европе не меньше, чем в родной Америке. Мэрилин Монро Она была шатенкой, но сделала из себя великую блондинку, которая навсегда осталась символом Америки. Завистники считали Мэрилин лехомысленной простушкой, и только близкие и друзья знали, что девушка обладает острым умом, необыкновенным чувством юмора и в сводное время увлекается литературой. Мэрилин создала собственный стиль поведения, который невозможно повторить. Образ улыбающейся очаровательной блондинки настолько будуражил умы и сердца мужчин, что они готовы были ради нее на любые поступки. А среди поклонников голливудской красавицы значились известные спортсмены, миллиардеры и даже президенты. В памяти всех, кто любил Мэрилин Монро и восхищался ею, она навсегда останется самой великой блондинкой планеты. Ну что, друзья, мы продолжаем. Мы сегодня говорим про велоспорт. У нас в гостях Иван, и прямо сейчас ваши вопросы. Группа ВКонтакте, Девятка ТВ, Киров. Поехали. Артем Кудрявцев спрашивает, как начинается утро спортсмена? Утро спортсмена начинается, по крайней мере, мое с растяжки хорошей. Некоторые упражнения на общую физическую форму, может быть, там, отжимания, подтягивания. Если это утро на тренировочном сборе, то это у меня обычно разминка на велосипеде. Еще до завтрака на тренажере 20 минут у меня. И потом уже идет завтрак. А потом умываться, чистить зубы? Нет, все до этого. Уже умываешься, почистишь зубы и идешь на разминку. И потом сразу на завтрак. Практически как в армии. Ирина Тетенькина, есть ли у вашего велосипеда ласковое прозвище? Если ругаетесь на него, он ломается? И сколько вообще велосипедов у вас было? Какой самый главный, самый любимый? Итак, первое – это ласковое прозвище. Ну, ласкового прозвища какого-то нет. Он у меня просто густо. Густо? Густо. Ну, это вот и есть ласковое прозвище. Так, вы ругаетесь на него, вот если он ломается? Есть такое что? Ну, бывают какие-то неполадки, связанные или с условиями эксплуатации, или просто с какими-то внешними факторами. Ну, я ругаюсь на него, но потом извиняюсь. Нам же все-таки еще долго вместе жить. Так, ну и, конечно же, сколько велосипедов? У меня сейчас два велосипеда. То есть мой тренировочный, запасной и основной гоночный велосипед. Ну и любимый густо, да? Золотой. Хорошо. Следующий вопрос. Кто является вашим кумиром в велоспорте? Кумиром в велоспорте? Интересный вопрос. Никита Шурченко. Ну, в ближайшем плане, то есть тот, на кого я могу равняться. А из мировых велосипедистов это... Алехандро Вальверде, я думаю. Вот так, друзья. Между прочим, Никита — это тот человек, про которого был первый сюжет. Если вдруг кто-то пересмотрите, в группе ВКонтакте все есть. Наталья Савиных, Иван, добрый вечер. Что бы вам хотелось сказать автовладельцам, не обижают ли они вас на дороге? Ну, я скажу, что меня не обижают на дороге. Я соблюдаю правила, и у меня не было проблем каких-то дорожно-транспортных происшествий. Отлично. Евгений Аджин спрашивает, куда бы вы отправились в путешествие на велосипеде? На велосипеде? А в качестве какого-то отдыха, если то, это был бы, я думаю, Кавказ. Хорошо. Нина Дрявина, в Кирове есть любители велосипедных поездок по шоссе. Тимофей Колесников — один из организаторов. С ним приходилось встречаться на шоссе? Ну, я думаю, у нас очень узкий круг велосипедистов, и мы все периодически встречаемся и видимся на дорогах. У нас очень небольшое сообщество, и все друг друга знают. Так, хорошо, ну еще вопрос. Артем Кудрявцев, расскажите, пожалуйста, о тренировках на автодроме в Сочи. Я так понимаю, вы тренировались там? Да, там были контрольные тренировки. Ну, то есть в феврале, когда мы были там на сборе, начиная с, кажется, в общем, в феврале, каждую неделю, в определенный день, это был вторник, там состоялись тренировочные заезды, контрольные тренировки. Там участвовали спортсмены сборной России, спортсмены сборных команд регионов, которые в тот момент были на сборе, и также спортсмены из Беларуси. Там стартовали все вместе, и мужчины, и юниоры, и женщины. И, ну, это было очень интересно. Я первый раз был на Сочи-автодроме, и получить там гоночный опыт, это, конечно, прекрасно. Потому что потом на той же трассе были уже официальные серьезные гонки, и мне этот опыт очень помог. Супер. Катюшка Кленова, какую самую большую скорость вы развивали? Самая большая скорость, я помню, это было на велогонке Тур-Кавказа в прошлом году, это было где-то 92 км в час. Я только потом уже посмотрел запись тренировки и увидел такую скорость, очень удивился, потому что не ощутил это. Я ехал в флотном потоке велосипедистов в группе и не чувствовал такую большую скорость. Теперь вопрос со звездочкой. Ваша девушка должна ездить на велосипеде? Ну, я думаю, что общее увлечение это очень важно, и это сближает людей. Так что да. Так, а сейчас есть кто-то рядом, кто уже ездит на велосипеде? Да, есть. Эх, девчонки. Ну что ж, прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся, мы посмотрим рецепт, а сразу после будем дарить вам подарки, не переключайтесь. Добрый вечер, меня зовут Зубков Роман, и сегодня с вами на ужин мы приготовим пасту со свининой в томатном соусе. Для этого нам понадобятся спагетти, свиная шея, сыр, томаты в собственном соку, помидоры черри, болгарский перец и репчатый лук. Начнем мы с нарезки овощей, и первым делом мы нарежем репчатый лук мелким кубиком. Затем также мелким кубиком мы нарежем болгарский перец. Следующим шагом мы пробьем помидоры в собственном соку в блендере. Далее для нарезки мяса мы поменяли доску, и свиную шею мы нарежем брусочком. Пока мы подготавливали продукты для нашей пасты, у нас закипела вода, и сейчас мы сварим спагетти до состояния аль денте. Это займет у нас примерно 7-8 минут. Пока спагетти у нас отвариваются, мы успеем обжарить свинину и протушить ее в соусе. Начнем мы с того, что в течение 2 минут обжарим свинину, затем добавим нарезанный лук и перец. Обжариваем примерно 5 минут и добавляем пробитые блендером в помидоры в собственном соку. И в самом конце перед выдачей мы добавим помидоры черри. Наши спагетти сварились, соус будет с минуты на минуту, и можем приступить к оформлению нашей пасты. Наша паста практически готова, осталось натереть на нее сыр. Ну вот, наш ужин готов. Сегодня это паста со свининой в томатном соусе. Всем хорошего вечера и приятного аппетита! Ох, друзья, сколько же сегодня классных вопросов для Ивана. Видим, что вам эта тема очень интересна, поэтому, Иван, как будет? Времечко кому-то можешь ответить. Все вопросы есть в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Ну а прямо сейчас, друзья, подарки для вас и от Ивана, и от нас. Итак, во-первых, давайте начнем сразу с яркой бутылки, которая кому-то обязательно пригодится. Ирина Тетенькина, сегодня были классные вопросы от вас. Иван говорит, ну давайте вот ей подарим, потому что были и ответы тоже очень интересные. Поэтому эта бутылочка для вас. У вас наверняка есть велосипед. А если нет, это повод к бутылочке докупить велосипед. Это точно. Далее, друзья, у нас есть такой сертификат на покупки для дома, для души. И это для Евгении Джесс, чтобы она поехала на Малую Родину, не с пустыми руками. Ура! Ну а также есть еще вот этот сертификат на пиццу. Артем Кудрявцев, это для вас. Вы сегодня тоже были очень активны. И про ночные велогонки тоже нам рассказали. Если будет времечко, можете поделиться. Вдруг там вместе где-то, как говорится, пересчетесь. И я сзади бегу. Алексея, возьмите, покатайте тоже. Ну что ж, мы тебе желаем, во-первых, сдать экзамен. Это у тебя первоочередная задача. Дальше тебе обязательно нужно поехать на соревнования. Ты нам сказал, что они уже совсем скоро. Там победить. Конечно. Ну и, конечно же, прославлять нашу область, наш город. И самое главное, конечно же, поступить. Пусть все твои мечты сбываются вот так. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, это была Девятая студия. С вами мы увидимся уже завтра. Ну а сегодняшний вечер проведите в компании Девятка ТВ. Тем более, что сегодня новый свежий выпуск «Давай оденемся». Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!